Всем привет! У нас в гостях Ализа Бабанова. Знаешь, когда ты начинаешь любое новое дело, у тебя очень резкий то, что называется learning curve. Ты очень-очень много учишься. То есть я до недавнего времени думал, что ты мажорка из богатой семьи. И когда вот я увидела, что вообще жизнь вот так вот может закончиться в любой момент, я поняла, что терять время больше нельзя. Я все бросила в Штатах. Система сферического развития женщин. Ты пришла к этому. У тебя бэкграунд, бизнес-леди, инвестмент-бэнкинг. Финанса. Ты работала в инвестиционном банке. В хедж-фонде в Техасе. А, ты жила долго в Америке, ты там училась. То есть это такая прям американская мечта. То есть ты переехала туда на практику. Я выиграла конкурс еще будучи школьницей и в 15 лет приехала учиться. Сначала закончила школу, потом закончила колледж, университет и там осталось работать. То есть я до недавнего времени думал, что ты мажорка из богатой семьи. А на самом деле ты умная девочка, которая выиграла конкурс. Просто участвовала либо из богатой семьи, либо очень умная. Кстати, знаешь, про меня все так думали, что у меня папа какой-то нефтяник. И мне очень повезло по жизни. В какой-то момент меня это очень злило. А потом я поняла, что на самом деле, значит, из меня идет энергия изобилия. И пусть обо мне так и думают. Ну, я еще больше уважением проникся, потому что ты там подрабатывала. То есть это не было так, что тебе деньги дали родители и сказали, шикуй. То есть у тебя друзья тоже такие self-made. Да, у меня мама говорит, что я на свое американское образование, я закончила частный университет, натанцевала и напела и хорошо училась. У меня была такая комплексная стипендия от разных департаментов. И вот благодаря этому я получила. А ты танцевала, то есть там какая-то? Я пела и танцевала в хоре, в шоу-хоре, в трех хорах, чтобы зарабатывать себе. Университетских или коммерческих какие-то были? Это был сначала колледж, там я вот пела и танцевала. А в университете там уже была хорошая стипендия за академические успехи. Плюс у меня было три работы. Как произошел шифт в онлайн-школы, в развитие женственности? Знаешь, когда ты начинаешь любое новое дело, у тебя очень резкий то, что называется learning curve. Ты очень-очень много учишься. И пока я училась, мне было очень интересно. Училась? Училась работать в инвестиционной индустрии. Потому что я была 13-м сотрудником, у нас было 150 миллионов долларов в инвестиционном обороте. И за 4 года мы вышли на 4,5 миллиарда инвестиционного оборота. А сотрудников было всего 30. То есть мы, то что называется, носили разные шапки. То есть всему надо было научиться очень быстро. И пока я училась, я вообще не могла очухаться и понять, тем ли я занимаюсь. И вот когда я уже вышла на такой уровень, что окей, я прихожу на работу, я понимаю, что происходит, я знаю, как надо работать. Эта работа перестала удовлетворять и наполнять. И тогда я вот впервые задалась вопросом, а вообще на том ли я месте. Где-то 2,5 года, вот будучи там в хедж-фонде, я искала себя. Я уже начала изучать индустрию self-help, все книжки по саморазвитию, эзотерику, религию. Я даже ходила в кружок по изучению Библии для профессионалов 2 года, чтобы вот разобраться в себе, тем ли я вообще занимаюсь. Наверное, я бы так его искала, если бы у меня не случился вот этот волшебный момент, который обычно разделяет твою жизнь на до и после. Он у меня случился в 27, и тогда я решила, что все, моя жизнь... Ты еще рано, иногда у людей в 45. Мне очень повезло, мне очень повезло, что я не потеряла времени, потому что очень сложно уйти в никуда, когда ты в очень большом комфорте. А я хорошо зарабатывала, светское общество, у меня была действительно хорошая жизнь, но было глубокое неудовлетворение и пустота, которую я искала, чем ее заполнить. И когда вот я увидела, что вообще жизнь вот так вот может закончиться в любой момент, я поняла, что терять время больше нельзя. Я все бросила в Штатах, вернулась в Россию и вот уже 100% времени посвятила поиску себя и своего предназначения. Я просто начала писать... Ты не работала? Нет, я не работала. Я вот писала, читала, практиковала. Называлась? Да. Я это называла, что я 11 лет посвятила своей личности, и 2 года я посвятила своей душе. И она имела право достучаться до меня. И потом я встретила... Я не буду называть имя своего партнера, с которым мы построили первую компанию. Мы начинали с абсолютного нуля, и мы были одни из первых игроков на рынке онлайн-образования. И мы вот за 10 месяцев вышли сначала на доход 10 тысяч долларов, а за 2 года мы вышли на доход 100 тысяч долларов в месяц. У нас случился, ну как часто в партнерствах, идеологический кризис, когда он считал, что нужно развиваться агрессивно. А я считала, что нужно развиваться экологично. Иногда можно развиваться и агрессивно, и экологично, но это очень сложно. В тот момент я ушла, но к тому времени я уже вела свой блог, потому что когда мы с ним создав... Я разрабатывала программы, но он был как бы автором и ведущим. А мне очень часто хотелось делиться, а я была в роли ведущей, задающей вопросы. И он мне дал очень хороший совет. Он говорит, если ты будешь давать им советы, людям, которые пришли не на тебя, а на меня, они тебя просто возненавидят. Потому что люди ненавидят, когда ты им советуешь. И конкретно тебя не спросили об этом. Он говорит, начни писать свой блог, там делись чем хочешь. Я просто вот в своем блоге начала, как рано вставать, как стать более эффективной, как что-то простроить, какие-то личностные вопросы внутри себя разрешить. И вот я год писала блог к тому времени, и в итоге дательницы начали меня просить провести для них курс. И когда вот мы с партнером разошлись, я провела первый курс на 15 человек. Они заплатили по 100 долларов. Сразу первый уже за деньги. За деньги. Потому что это правильный тест, потому что люди часто думают, ну первый я сделаю без денег, ну бесплатно. Но тогда этот тест неправильный, потому что там отношения неправильные. Нет обмена, и люди не ценят это, они могут закончиться, связь будет не такая. И вы не будете относиться к этому так трепенно, нежели бы это было. То есть если вы потенциально рассматриваете онлайн-школу для себя, как для бизнеса, то начинайте сразу с правильной модели, попробуйте продать. Где-то чистая прибыль у меня была 1000 долларов. Это было ни о чем, потому что я уже хорошо зарабатывала, но я понимала, что если я смогла продать свою программу 10 человекам, значит я могу продать 100. И через 3 месяца я продала на 150 человек. Интересно, а сейчас сколько у тебя обучается? Вот ты понимаешь, я сейчас на том уровне, что я не знаю цифр. Ну порядка, типа именно несколько тысяч. Ну пару тысяч, да. Потому что у нас сейчас и другая категория цен. То есть у нас есть, например... Ну и я знаю немножко о вашей кухне, у тебя есть крутой продюсер, команда. Да, там если у нас есть базовый какой-то очень недорогой продукт, он стоит 600 рублей, я вот я не знаю сколько тысяч его купила. А в годовой программе там, по-моему, около 1000 учатся. А ты свою школу в каком году начала, сколько лет назад? В этом году будет 6 лет. Вау, уже 6 лет. То есть ты постепенно вот так росла? Очень все, да, очень спокойно. А ты сначала, как бы, ты понимаешь, у тебя был какой-то опыт, соответственно, онлайн образовательный, ты его начала уже использовать. То есть у тебя, ты знала, где ты размещала там уроки, либо это были все живые вебинары поначалу, как ты это делала? Да, это были живые вебинары, которые мы записывали, и потом мы их давали тем, кто пропустил живые уроки. Ну классика. Классика, да. А сейчас вы перешли на предварительно записанные уроки, или все все равно живьем, и потом запись? У нас все предзаписанное, кроме живых коучингов вебинаров. Да, то есть раз, два раза в месяц я провожу групповые коучинги. Ну то есть это тоже стандартно, обычно начинаешь, чтобы понять чувство аудитории. Да. Дальше у нас тоже во всех школах предзаписанные уроки, чтобы каждый раз не повторять, чтобы следить себе стоимость, чтобы меньше экспертов нагружать. А дальше все ответы на вопросы, коучинги, мастер-майны, они уже живые. Давай про продукт. Ты начала с какого продукта? Я начала с продукта, который назывался «Живи по полной». Мой онлайн-курс, состоящий из 10 модулей, где я помогала женщине разобраться в себе и простроить стратегию достижения больших целей. То, что я слышал, у тебя еще интересный подход, что у тебя 4 курса, которые между собой связаны. Мой подход отличается тем, что я считаю, что женщина должна достигать цели мягкой, по-женски, без прорывов. Поэтому у меня годовая программа, которая разделена на 4 сезона. И женщина, в зависимости от того, где у нее слабая сфера, она может приобрести либо один сезон, либо войти прямо в годовую программу. И первый сезон — это понимание себя, своих истинных желаний, простройка целей, избавление от ограничивающих убеждений и навыки достижения целей в потоке. Второй сезон — мы занимаемся телом и энергией, потому что мы создаем грандиозное видение жизни, а для того, чтобы достичь грандиозных целей, тебе нужна энергия и мысли, и эмоции. То есть у нас есть практика, где мы прорабатываем наши страхи, где мы избавляемся от обид. Потому что вот это все на самом деле у тебя может быть огромная мечта, но если у тебя комплекс неполноценности, ты ее никогда не достигнешь. Поэтому вот это все мы прорабатываем и качаем энергию в теле. Это какие-то физические упражнения? И физические, и диета, и эмоциональные практики. И у меня даже в этом втором сезоне у меня есть программа активации драйва, где мы именно учимся правильно смотреть на жизнь и даже конструктивно относиться к трудностям. Потому что это тоже все психология, которая влияет на то, как мы достигаем своих целей. Третий сезон — дело мечты. Мы занимаемся определением, к чему вообще у нас предрасположенность. И мы выстраиваем свою, либо это карьера, либо это свое дело. С ней не принципиально. И женщина, причем, может свое любимое дело реализовать в семье. Она может быть как Марта Стюарт, там, хорошей домохозяйкой, да, которая потом просто решила это все монетизировать. Или хорошим фотографом. Прекрасно. Но я всегда апеллирую к тому, что у женщины должно быть любимое дело, помимо семьи, в котором она самореализуется. Она не обязательно должна там зарабатывать деньги, но это дело у нее быть должно. Четвертый сезон — это отношения. И именно мы приходим к работе над сферой отношений, потому что мы сделали все остальное, что вот как женщина мы должны сделать. Себя понять, себя привести в порядок, разобраться с любимым делом. И тогда ты уже цельная, готовая, можешь что-то дать мужчине и что-то от него взять. У тебя есть какие-то эксперты, ведущие? Ну, 80% я автор и 20% приглашенных экспертов. Например, твоя жена. Она мне по личным бренду рассказывает у тебя в модуле про любимое дело. Кого еще приглашаешь? Тюркуа. Мы с ней работали над женскими эмоциями. Антон, естественно, эксперт по причинно-следственным связям. Кармический менеджмент. Мы его называем, чтобы не пугать людей, для которых слово карма какое-то религиозное. Да, мы называем причинно-следственным связям, потому что в этом нет религии. В современном мире пока что еще эзотерика, карма, астрология. Люди пока неоднозначно реагируют. Даже я на слово эзотерика неоднозначно реагирую. Поэтому пока люди не стали вашей частью, вашим адептом системы, не доверились вам, не спешите это делать. Мы часто по публичному пространству рассказываем, что мы адепты астрологии, что нам нравится, что мы используем это в бизнесе. Иногда у нас не очень. Я даже сейчас вышел в образе квадро-онлайн образования, я так пересматриваю, насколько люди смотрят, насколько... Понятно, что консервативные люди смотрят, вообще это человек адекватный, можно им чем-то поучиться. Поэтому если вы хотите стать масштабным, то нужно быть нейтральным к этим всем веяниям, даже если вы склонны к ним. И потом со временем, когда люди уже стали лояльными, когда они понимают, что вы не опасны, что в целом есть там ядро у вас, корный, и вы адекватный, позитивный, конструктивный человек, что от вас не нужно... Ну, там они понимают, что не нужно ожидать чего-то плохого, тогда можно уже рассказывать о том, как вы относитесь. При этом не навязывать, а просто говорить, вот я в своей жизни использую это вот так. Хотите попробовать, хотите не пробовать. И вы рассказываете про приключительно-оследственную связь тоже вот в модели. Знаешь, как мы рассказываем? Мы даем сначала классические инструменты коучинга. Я знаю, я могу сказать, я знаю все лучшие инструменты, потому что я прошла все тренинги Тони Роббинса, я прочитала все книжки по саморазвитию за те два года, когда я не работала. Я прочитала все, изучила все. Поэтому я владею оптимальными инструментами достижения цели. И мы сначала говорим, вот вам эти инструменты, эти инструменты, эти. И начинают женщины получать первые результаты, вторые результаты. Но есть у каждого из нас, есть сфера жизни, где мы не можем получить результат. Вот у этих эта система работает, а у нас не работает. Кто-то либо отношения не может построить, либо денег не может заработать, либо в себе разобраться не может. Всегда есть какая-то вот одна штука, которую невозможно классическими инструментами пробить. Тогда мы говорим, хотите попробуйте этот инструмент. Он из тибетской философии, он древний, он потрясающий, он работает, мы его применяем. Он развивает сначала доверие, а потом говорит, что вот... Ты уже приходишь к этому инструменту не потому, что это тебе первое, что дали, а вот это, вот это, вот это ты видишь, что попробовала. А когда они видят, что это работает круто, они начинают применять это и к другим сферам. Но это то, как со мной это случилось. Лиза, получается, комплексная такая годовая программа. Многие в эту годовую программу... Вот есть ли... То есть я обычно перед большими курсами такой, блин, потяну ли, не потяну. А у тебя есть, получается, трехмесячная возможность прийти на один из модулей. Вот, это уже хорошо. Какой у тебя ценовой диапазон? Есть ли фильтр по деньгам с точки зрения... Ну, сколько это стоит, год? Год, по-моему, у нас стоит 39. Это если без кураторской, то есть если в самостоятельном режиме, по-моему, 59, если с кураторами. Небольшая разница обычно с кураторами, даже больше, больше, больше разница, потому что себестоимость куратора достаточно дорогая. Мы не платим кураторами. А у вас кураторы, это выпускницы, которые... Которых я потом веду лично. Ага. То есть я отдаю им свое время, а они отдают свое время нашим... А у нас тоже во Фрепоблисте несколько лет мы... У нас было около 75 кураторов, и они были абсолютно бесплатные. То есть те люди, которые приходят на какой-то один из курсов, потом второй, и потом увидят, что есть другие кураторы, и они говорят, окей, мы готовы быть активистами, готовы другим помогать. И у нас долго-долго мы не переходили на финансовые отношения, потому что мы много давали своей энергии. Потом поняли, что мы не хотим больше, ну, как бы нам тяжело становится, и мы решили, что мы будем деньгами. Вот, перешли на финансовые, я сначала опасался, потому что одно дело, когда мотивация чистая, чистая, чтобы помогать, и как бы ты даешь, тебе дают, и они прям... Им было больше даже кайф не потому, что мы с ними, а потому что они помогают, они нужны. Но со временем все равно мы когда начали отстраняться, и все равно мы же тоже, ну, как бы, на каком-то этапе, контент из нас тоже заканчивается. И мы видим, что хорошие люди начали уходить. Мы перешли на такую полуфинансовую модель, то есть первых несколько заходов они бесплатно учатся, бесплатно учатся, ну, вернее, они сначала у нас поучили за деньги, нам заплатили, потом бесплатно учатся быть кураторами, мы их не платим, потом уже там на 4-й, 5-й сезон они уже получают какую-то небольшую деньгу. А те, кто долго, и кто наращивает, у кого хорошие НПС, индекс рояльности, то мы начали платить. И, в принципе, меня больше это устраивает, потому что все же, когда мы начали расти, и как бы сложно дальше, и сюда нужно время, и сюда нужно время, и мы важную часть уже перелили в финансовую стезю. Я думаю, что мы, может быть, тоже, у нас лидер кураторов, она получает оплату, так как она часть команды. А возможно, мы сделаем такую систему тоже. Лиз, скажи, как обстоят дела с конкуренцией? То есть ниша сейчас женского предназначения, вот этих всех вещей, она очень такая, с одной стороны, легкая для входа, а с другой стороны, там очень важна подача, связь с аудиторией. Чувствуешь ли ты конкуренцию со временем? То есть у тебя, тем более, ты уже давно этим занимаешься, сложнее ли становится привлекать клиентов, либо наоборот, с тем, что у тебя больше и больше, там, позитивная обратная связь, отзывы тебе становятся легче? Я не чувствую конкуренцию. Может быть, надо, но я за ней не очень слежу. Я очень хорошо понимаю продукт, который я несу, я в нем очень уверена. Единственное, что нас останавливает, мне кажется, это просто хорошая работа с входящим трафиком. Я понимаю, что нам для того, чтобы расти, я просто должна становиться более проявленной для своей аудитории. Поэтому вот мы вкладываем сейчас в Инстаграм, вот в такие методы продвижения, где аудитория может со мной познакомиться. Есть что-нибудь у тебя почитать об этом? То есть вот ты говоришь, я думаю, что потенциально девушкам было бы интересно понять, вот о чем ты говоришь, что это? Есть что-то, что можно там бесплатно почитать? Конечно, бесплатно можно почитать на моем блоге елизавета-бабанова.ком У нас есть мастер-класс бесплатный, как за один год изменить все в своей жизни к лучшему. И у нас есть мастер-класс, как найти дело своей мечты. Тоже бесплатный, все это на сайте есть. Ссылочки даем под этим видео. Переходите, кликайте, регистрируйтесь, все бесплатно. А скоро за небольшое количество денег можно будет купить мою книгу. Когда, где? Ну, наверное, я надеюсь, да. Сейчас мы ждем финального. Как она называется? Она называется «Горячая русская штучка сверху». Ух ты! Как найти... Книжка с перчиком. Как создать жизнь и дело своей мечты, даже если вы стартуете с нуля. Ну и так как этим всем интервью мы показываем мир онлайн-образования изнутри и тем самым продвигаем акселератор онлайн-школы на онлайн-образование, скажи, вот если бы у тебя сейчас был акселератор онлайн-школы десять лет назад, за сколько бы ты его была готова купить? Я бы не купила ваш продукт. Я бы пришла к вам и нашла продюсера. И я бы дала хороший процент. Я бы очень хорошо поделилась. Может, 50 на 50 с продюсером. Потому что, набив кучу шишек, я понимаю, что у автора обязательно должен быть продюсер. Это да. Вопрос, понимаешь, когда ты сейчас, когда у тебя есть блок и аудитория, это одно. А другое дело, когда он ко мне подходит, там, на нетворкинг, говорит, слушай, как найти продюсера? Окей, на этот вопрос я тебе отвечу легко. Я бы все деньги, что у меня были, я бы отдала. Которые вот лежали на образовании, я бы остановила. Я думаю, что это правильный подход. Либо, как бы, вот тут, что интересно, что, к примеру, вы сейчас эксперт и у вас есть классная методика. И у вас действительно есть два пути. Если вы эксперт без аудитории либо с маленькой аудиторией, то вам практически невозможно найти хорошего продюсера. Потому что хороший продюсер, он находит звезд и сейчас рынок, когда много-много экспертов, много желающих купить онлайн-школу. Продюсер это гораздо более сейчас ценная позиция, чем автор. И, к сожалению, авторы очень часто этого не понимают. И я всегда, когда ко мне приходят амбициозные авторы, я им привожу пример, что вот сколько Фадеевых Меладзе и сколько звезд. Продюсеров звездных единицы и они продюсируют много звезд. Поэтому в этом сейчас, если у вас есть хоть какие-то задатки продюсера, идите в продюсерство, становитесь крутым, у вас будет вот такая вот очередь из великолепных авторов. Да, есть решение с акселератором лайн-школы. Вы приходите, вы понимаете, что вам не найти в этой ситуации продюсера, потому что у вас нет аудитории и продюсер, нормальный продюсер не пойдет вас продвигать. Когда вы приходите в акселератор, нарабатываете сами себе мини-команду, мини-какие-то результаты, дальше, когда начинаете масштабироваться и у вас уже есть результаты, тогда продюсер легче придет. А второй способ, если у вас есть деньги, то вы можете сказать продюсер, давай, я готов эти деньги вкладывать в свое продвижение. Да, у меня сейчас нет аудитории, но давай с твоими знаниями у меня есть там деньги. Эти деньги должны быть существенными, если вы, то есть, к примеру, хороший продюсер может без денег вас продвинуть. То есть, деньги для создания онлайн-школы, они не нужны, если человек понимает законы и механики, он понимает, что можно, начиная с 50-150 тысяч рублей создать онлайн-школу, больше нельзя, потому что будут лишние расходы. И получается, а 150-150 это не деньги, потому что с нормального запуска можно заработать миллион-полтора и дальше зарабатывать большие деньги. И получается, что продюсер может без денег стартовать, но если вы продюсер скажете, окей, у меня нет аудитории, но у меня есть бюджет, чтобы ее создать, тогда продюсер понимает, окей, тогда я покупаю как бы возможность эти деньги реинвестировать рекламу и закрыть недостаток эксперта, потому что у меня нет аудитории. Ну, естественно, эти деньги будут тратиться на развитие вашего инстаграма, и он останется с вами, даже если вы потом с экспертом останетесь. Поэтому вот это вот то, что мне сейчас пришло от того, что ты говоришь, что я бы инвестировал в то, чтобы найти эксперта. Окей, спасибо тебе большое. Спасибо вам. и переходите тоже по ссылочке здесь на мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу», продюсировать себя или своего эксперта, и посмотрите там больше деталей, как мы разложили это по шагам, как за пять шагов создать свою онлайн-школу и двигать свои знания, как это делает Лиза, как делают это мы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok